Здравствуйте! Мы продолжаем наш проект «Три степени свободы» вместе с Mercedes-Benz. И сегодня отправляемся на триатлон в Завидово. Но есть кое-какие изменения. Сегодня мы на этом В-классе поедем в Завидово вместе с известным триатлетом Ильей Слеповым и его семьей. По сути, это семейный тест-драйв в рамках нашего проекта по триатлону. Поехали! Ну что, мы на месте. Илья, привет! Привет! Мы успеем. Сегодня старт буквально через три часа. Мы не успеем, но мы постараемся это сделать. Этот человек, который обычно выигрывает серию «Аронстар» в спринте, он все рассчитывает до минуты. Это... Сколько у нас времени? Это 170 километров. Ну, пока мы опаздываем на четыре минуты. Ну, в принципе, отыграем. Машина быстрая. Четыре минуты! Ладно, штраф, и ты плачешь сам. Сначала подгрузка. Где? Велосипеды, все остальное. Доброе утро! Первое впечатление от автомобиля. Я бы в шесть утра тоже так себя вел. И я так вел себя, но это за кадром. Мы сейчас поиграли в «Тетрис». Два велосипеда встают только со снятыми передними колесами. Вообще, конечно, когда едут далеко, люди, триатлеты в том числе, разбирают велосипеды полностью. 190 лошадиных сил отдача мотора. И, соответственно, ну, поскольку полный привод, старт достаточно динамичный. И 440 ньютон-метров крутящего момента. То есть машину можно полностью загрузить, и она поедет примерно так же. 9,1 до сотни. Ну, по паспорту. Мне казалось вначале, что, ну, 190 лошадиных сил отдача как бы совсем немного. Ну, сравнивая, конечно, да, опять же. Вот. Но нет, на самом деле, достаточно для того, чтобы вот так ускориться, обогнать, перестроиться или как бы как-то вот успеть там, да? В принципе, вполне. Ты можешь напихать сюда много всего, и я сразу это вот... Только единственное, что компоновка салона, мне бы как бы другую я сделал бы. То есть я бы хотел, чтобы можно было в машине заснуть, если это нужно будет. Принять такое лежачее положение. Почему? Потому что, ну, у меня Ксюша, жена, она может сесть за руль, а я, например, после старта могу там расслабиться, подремать, одеть там восстанавливающие штаны, отдохнуть. Я могу поработать. Вот. И это все в таком вот расслабленном положении, это снижает уровень стресса, и... А в КТЖ, в Москве, наверное, уровень стресса – это самое большое зло, которое... Я думаю, что в московских пробках нам всем иногда нужны расслабляющие штаны. Вот. Ну, не дай бог жить так, чтобы проводить всю жизнь в автомобиле. Я никому бы это не посоветовал бы. Но есть какой-то определенный такой дух романтики, наверное. Мне нравятся дальние путешествия, мне нравятся вот эти сборы, нравится, когда мы все вместе сели, когда играет музыка, мы дурачимся, когда вот едим эти печенки какие-нибудь там, МакАвто. Кстати, как раз вот сработал адаптивный круиз-контроль, скорость была 126, Ford Focus перед нами едет, он начал притормаживать, и скорость стала падать. Командирская посадка стандартная для микроавтобусов, мне это нравится очень хорошо. Дэй сегодня обещает плюс 9, как ты настраиваешься на это соревнование? Ооо, нормально. Просто когда ты работаешь интенсивно, то у тебя выделяется достаточное количество тепла, чтобы тебя согреть, даже если у тебя там 9 градусов, ты мокрый, минимум одежды. Все равно в тебе столько энергии, что хватит на отопление небольшого поселка. Нормально. Вообще, конечно, холодно будет, это точно, это прям натоще. Некомфортно, ужасно, это правда. Зачем тебе вообще вот эта вся история? Вот я имею в виду Iron Star, все эти спринды, соревнования, что ты получаешь от этого? Удовольствие. Вот, наверное, такой даже простой тест. Скажи, назови кому-нибудь год и месяц. Вот просто от балды. 2001 и декабрь. Декабрь 2001 года, чемпионат МГУ по легкой атлетике. Я впервые к нему готовлюсь. Я бегу 3 километра. Цель победить ЧВТ МГУ. Я не легкоатлет, я ориентировщик. В октябре во Франции на чемпионате Европы становлюсь вторым. В ноябре готовлюсь, и в декабре мы бежим чемпионат МГУ по легкой атлетике. Я участвовал в последнем забеге. Я бежал 3 километра 9 минут 14 секунд. И 8 сотых. Ничего себе, я проверю. Да. Теперь смотри, про эти 9 минут, я сейчас и так расскажу про них. Как мы разминались, как мы готовились, как мы настраивались, как мы выбирали забег. То есть ты все это помнишь вообще? Я абсолютно все это помню. Это было невероятно. То есть я вот эти минуты все, я не только их помню, я их просто, я их прям как бы как рожал, понимаешь? Я вот прям вот вижу финишную прямую, выхожу на прямую, мне прям машут уже, геофаг мой там орет. Все, прям вот эти эмоции, это все замедлено, как в матрице, понимаешь? Я прям вот вижу финиш, я прям думаю, а вот если, думаю, за секунду за 4 до финиша, я упаду, меня же инерция протащит. Я же финиширую, я стал чемпионом МГУ. Все, я стал как бы чемпионом МГУ, и я поднялся на вершину как бы этого пьедестала и сказал нам, ребята, занимайтесь ориентированием. Мне это хотелось сказать, все было ради этих слов. Потому что считалось, что ориентирование, но это люди какие-то с карты бегают, кто это вообще такие, мы легкоатлеты здесь, мы элита. А я поднялся на вершину, как бы, ребята, говорю, занимайтесь ориентированием. И это к тому, что, а что тебе дает спорт? А он дает яркую очень жизнь. Понимаешь, какие эмоции сейчас я рассказал? Я рассказал про 9 минут своей жизни, которые были 18 лет назад. А вот если спортивных событий не было, то я могу не вспомнить. Я думаю, какие-то были встречи, переговоры, когда они были в феврале или в марте. А самое ценное у нас, это наше время. И если как бы ты это время потратил на то, что ты о чем-то не помнишь, значит, это не яркая тема. Мы запоминаем только то, что яркое. И Iron Star, и все вот эти моменты, они, соответственно, все из этой же оперы. Это эмоции. Вот мы сейчас с тобой едем, думаешь, я это забуду, а ты, разве, забудешь? Нет, я, кстати, очень хорошо помню. Особенно отдельные какие-то моменты, скажем, Олимпику в прошлом году. Это сложно забыть. А дождь-то не прекращается, Илья. Ну, в общем, все, как мы заказывали. Опять завидую, опять дождь. Надо теперь успеть зарегистрироваться, у нас на это всего полчаса. Главное, что мы успели и приехали по графику. Это большой плюс. Да. Ну что, было Черное море, а теперь здравствуй, море Московское. В чем отличие профессионала-новичка? Илья уже давно на старте разминает волготоп, а я все боюсь что-то забыть. Но ничего, ничего, какие наши годы. Что ж, нам всем удачи, увидимся на финише. Возможности. Пам! Пам! Очень сложная дистанция, совершенно непривычно. Во-первых, вода неспокойная. Казалось бы, мы уже плавали в Сочи, в Казани. Здесь маленький залив. Но из-за того, что он маленький, волны с двух сторон, и, соответственно, ты можешь дышать только на одну сторону. Ну, наверное, тренированные люди душат на обе. Поэтому после воды сразу вот дисбаланс. Я уже забыл, что она холодная, что в гидрокостюме. Ну, и очень тяжелый велоэтап, потому что сильный ветер. Людей просто сдувало. Видел группу лидеров, включая нашего героя. Сегодняшняя программа Илью Слепова, который был впереди. Сейчас надо посмотреть, узнать, в итоге, где он. Точно где-то в лидерах, но какое место. Он, конечно, боролся за победу. Илья Слепова, первое место! Илья, я тебя поздравляю. Ну, ты, наверное, ожидал такой результат. Ты работал на результат? Не, не. Победа – это всегда неожидаемая тема. И даже когда ты очень хорошо готов, не факт, что победишь. Это, говорит, человек, у которого золотых медалей больше, чем всех остальных, да? Ну, потому что, но, тем не менее, есть другие медали. Есть много стартов, где я ничего не выигрывал. При том, что, казалось бы, что я хочу, могу победить. Что для тебя важно в автомобиле? Так как мы постоянно ездим с велосипедами, гигантскими колясками и прочее, конечно, тоже хочется, чтобы был большой багажник. То есть количество посадочных мест – это такой важный момент. Мне нравится, что здесь есть парктроник, по которому все видно, потому что мне приходится обычно пару раз выходить из машины, чтобы припарковаться. Посмотреть. Ну да, вообще, да. То есть я думала, что я сейчас сяду и буду чувствовать себя, как будто бы я села за руль рейсового автобуса. А на самом деле, ну, нормально в целом. Здесь, кстати, здорово, что ты можешь общаться с людьми, которые находятся сзади с помощью интеркома. То есть там стоит микрофон, в смысле микрофон стоит здесь, там стоит динамик, и, в принципе, можно общаться. Вот даже с Мартином звук усиливается. У него тоже стоит микрофон, и поэтому мы как бы хорошо слышим. Это фишка… А можно так, чтобы не слышать? Не знаю. Не знаю, честно. Очень без неактуально. Ну, вообще, как-то загоняюсь по безопасности в машинах. Ну, то есть я всегда пристегиваюсь на всех местах абсолютно. Пассажирское, не пассажирское. Вот у меня вопрос. А вот когда ты достаешь сзади столик, так проводят же краш-тесты тоже, наверное? Или нет? Ты знаешь, ну, вообще, они везде пишут, что столик и все остальные вещи – это только на стоянке. Здесь по безопасности, на самом деле, ну, потому что это Мерседес, здесь тоже очень высокий уровень. Все подушки, включая, там, боковые шторки, есть система предотвращения фронтального столкновения. То есть если водитель не увидел, не отреагировал, он сам остановится в большинстве случаев. Если я еду одна, то обычно одного я сажаю вперед в кресле, вот, второго не вижу, да. Вот, поэтому я им заранее что-нибудь даю, желательно что-то такое, чтобы у них не падало на пол. Вот, и, в общем, много внимания не могу уделять только на остановках или там каких-то светофорах. Ну, здесь, обратите внимание, плюс автобусы в чем? Ты остановилась, не надо выходить из машины, чтобы подойти по пройти день. Здесь есть проход. Можно взять, выйти, поправить что-то там, покормить. И вот, Ксюша, наконец-то, стала водить микроавтобус. Да. Ксения, это не шутки? Мы встретились в машутке. За пресс передаем. Илья, огромное тебе спасибо за этот день. Это было действительно круто, незабываемо. Но давай подведем итоги нашего семейного тест-драйва. Как тебе машина? Машина бомба, если коротко. Длинные путешествия – да. Нужно много места – да. Три плюс детей – да. Так, что нет тогда, скажи? Тебе 20 лет, у тебя много денег, и у тебя есть немецкие автобаны – нет. Не хватает мощи, не хватает заряда. Вот этого нет. Но вот когда у тебя есть дети, когда ты хочешь долго, комфортно ездить, да, и когда у тебя есть велосипед, то точно да. Немецких автобанов у нас нет. Друзья, это была программа «Три степени свободы», семейный тест-драйв. Увидимся с вами на следующем этапе «Айрон Стар» в Калининграде. Ты едешь в Калининград? На машине? Ну, давай на машине. Обдумаем. Договорились. Пока.